Я не спорю, что были. Ну да, это болезненько, да. Значит, у меня просьба большая. Вы знаете, мы сейчас можем превратить на школьный стол к выяснению опять отношений. Все-таки я хотел бы вернуться к тому, что поставлен вопрос, получен ответ. Начальник департамента, Высоков, Александр Ильич, хочет тоже сама прокомментировать, дать вам ответ. Я не могу, потому что давайте так. Вы хотите что-то сказать? Поднимите руку я вам так. Я полностью поддерживаю вас речь, потому что давайте, как бы не превращать на что, забивая гвоздей друг другу, понимаете. Значит, если вы без органов, они виноваты, их посадят. Так и должно быть, если кто-то виноват. Для чего это говорить? Вы говорите нам, что сделали не так. Шатухин не говорит, что должны население ему 9 миллионов, теплокоммера 160 миллионов должны вы, жители. Мы же об этом не говорим. Мы ищем компромисс решения вопроса, правильно? Поэтому я считаю, что давайте конструктивно работать. Они говорят, вот вы там потекла кровля, когда-то вы не сделали. Да, это факт. Но я хочу сказать, что вы говорите, почему без нашего ведома жильцов там раньше, когда собиралась квартирная плата, руководитель предприятия жилищно-эксплуатационного принимал решение самостоятельно. Что ему сделать? Отремонтировать кровлю в одном доме, либо в другом, вот за ваши деньги. Сегодня на каждом доме есть лицевые счета, ведется учет. Раз. Значит, при выделении средств с бюджета проводятся собрания с жителями. Если есть желание у жителей, то провести какие-то виды ремонтов. Значит, в центр жилком приходит. Раз. Второе. Конкуренция. У него сегодня работает 8 подрядчиков. Любая организация может прийти к нему и сказать, пожалуйста, Сергей Сергеевич, мы хотим работать. Он, например, на нормальных приемах в ценах, все будут выполнять работу. То есть это и есть конкуренция. У него нет слесарей сегодня, понимаете. У него нет людей. Есть подряд для организации. Мы это поняли. Мы это поняли. Меня вот интересуют два вопроса. На сегодняшний день, как правозащитника, как жителя города Луганска, у меня есть приватизированная квартира. Мое право собственности определено 382-й статьей гражданского кодекса. То есть я совладелец. Первое. На каком основании горы с полком без нашего ведома, без нашего участия передал полностью жилой фонд центра жилком? Значит, секундочку. Значит, вы знаете, с каких пор? С каких пор? Ольга Ивановна, я хочу сказать, все просто, все просто решается. Пожалуйста, оформите это юридически и забирайте себе этот дом. И без вас, и никто без вас не будет это решением. Уважаемые товарищи.